Эрмитаж Эрмитаж Зимний дворец – самое большое из зданий Эрмитажа. В художественном и градостроительном отношении он принадлежит к числу высших достижений мирового зодчества XVIII века. А по своей величине это грандиозное дворцовое сооружение не имеет себе равных. Ныне существующий Зимний дворец, четвертый на этом месте, построен в 1754-1762 годах архитектором Растрелли в эпоху расцвета могущества Российской империи. Дворец задуман и осуществлен в виде гигантского замкнутого четырехугольника с обширным внутренним двором. Как своего рода город в городе, в Зимнем дворце Растрелли создал не только жилые помещения, но и театр, церковь, сады и залы, не уступающие своими размерами городским площадям. Все декоративные детали фасадов дворца решены архитектором в принципе одинаково. Сложные композиции колонн, богатство и разнообразие форм наличников, обилие лепных деталей, множество ваз и статуй, расположенных над парапетом и над многочисленными фронтонами, создают исключительное по своей пышности и великолепию декоративное убранство здания. Завораживающий ритм архитектурных членений фасадов Зимнего дворца имеет разное звучание в зависимости от окружающей среды. Растрелли великолепно рассчитал эффектность точек обзора фасадов с воды, со стороны сада, площади. Снаружи дворец неоднократно реставрировали, сохраняя его архитектурные решения в первоначальном виде. Изменялась только окраска стен. Она и сегодня не соответствует замыслу Растрелли. В отделке интерьеров дворца принимали участие практически все знаменитые русские зодчие 18-го и 19-го веков. Растрелли, Кваренги, Росси, Монферран, Ринальди, Стасов, Брюлов и многие другие. К сожалению, пожар, полыхавший во дворце целых три дня зимой 1837 года, полностью уничтожил внутреннее убранство. И сегодня, осматривая интерьеры Зимнего дворца, мы можем видеть или вновь отделанные покои, или восстановленные по сохранившимся документам в середине 19-го века. Первый этаж Зимнего дворца – живописное переплетение белоснежных галерей. Одна из них, получившая имя создателя, Растрелли, ведет к парадной иорданской лестнице. Высокая и светлая, сверкающая по золотой и зеркалами, украшенная скульптурой, иорданская лестница занимает всю высоту здания. Субтитры создавал DimaTorzok Отсюда начинаются самые величественные дворцовые помещения Невской Анфилады, отделанные в стиле классицизма. Аванзал Большой и Пальня Концертный Проста и торжественна отделка фельдмаршельского зала. КОНЕЦ КОНЕЦ В памяти Петра Великого посвящен Малый Тронный, или Петровский зал. Для приемов и баллов предназначался гербовый зал. Изображение гербов всех губерний России, помещенные на бронзовых люстрах, дали название этому залу. КОНЕЦ Памятником славы русского оружия можно считать галерею 1812 года. На стенах более 300 портретов генералов российской армии, участников Отечественной войны с Наполеоном. Строгость и торжественность Георгиевскому или Большому Тронному залу придает отделка белым итальянским карарским мрамором и позолоченной бронзой. КОНЕЦ Паркет, набранный из 16 пород ценного деева, повторяет бронзовый узор потолка. Площадь Георгиевского зала 800 квадратных метров. Один из красивейших залов Зимнего дворца – Малахитовый. Своё название он получил от оригинальной отделки. Колонны, пилястры и камины выполнены в технике русской мозаики из Малахита. На отделку зала пошло 2000 килограммов уральского самоцвета. КОНЕЦ Если в Малахитовом зале позолочена только лепка потолка и двери, то в золотой гостиной золотом покрыты даже стены. Роскошь этого зала может сравниться только с легендарным золотым дворцом Нерона. Жилые помещения Зимнего дворца практически не сохранились. Но представить, какими они были, мы всё-таки можем. Изысканен по своей отделке будуар. Сочный цвет бархата, позолота лепнины и хрусталь светильников создают ощущение семейного уюта и одновременно парадной торжественности. КОНЕЦ Очень лаконичная в отделке, стилизованная под эпоху рококо, малая столовая. Великолепное декоративное убранство помещений Зимнего дворца представляет значительную художественную ценность и может рассматриваться как еще один экспонат многочисленной коллекции Эрмитажа. В Зимнем дворце жила семья российского императора. Собрание Эрмитажа здесь экспонируется лишь после революции. И еще три здания, входящие в музейный комплекс, специально проектировались и строились как выставочные. Музейный комплекс, специально проектировался в музее. В 1864 году. При ней все эти сокровища считались личной собственностью. Всем этим любуются только мыши и я, говорила императрица. Музейный комплекс, специально проектировался в музее. С 1852 года императорский эрмитаж становится общедоступным. На протяжении 150 лет постоянно прибывавшие с разных концов света картины, скульптура, резные камни, монеты и медали, гобелены, ювелирные и декоративно-прикладные изделия придавали коллекции Эрмитажа исключительное многообразие и широту. Сегодня все это богатство размещено в 350 залах пяти зданий музея. И если только заглянуть на одну минуту в каждой из них, уже потребуется целый день. Мы предлагаем посетить лишь несколько залов Эрмитажа. В собрании памятников античной культуры особое место занимает римский скульптурный портрет. В Эрмитаже собрано около 120 портретов, созданных на протяжении четырех веков. Государственных деятелей, философов, императоров, полководцев, знатных римлян и римлян. Всем им свойственны простота, правдивое и точное воспроизведение индивидуального облика модели. В Древнем Риме мрамор был раскрашен, что придавало изображениям еще большую выразительность. Субтитры создавал DimaTorzok Замечательным памятником прикладного искусства является западноевропейское оружие 15-17 веков. Несколько тысяч предметов экспозиции Эрмитажа дают представление об эволюции наступательного и оборонительного оружия. Среди них наиболее совершенные по художественной отделке образцы оружия производства Франции, Италии, Испании, Германии. Субтитры создавал DimaTorzok Творчество Леонардо да Винчи открыло новый этап в развитии мирового искусства – Высокое Возрождение. До наших дней дошло немногим более десяти живописных произведений Леонардо. Две картины хранятся в Эрмитаже. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В творчестве Рафаэля Санти идеи Высокого Возрождения получили предельно ясное выражение. Субтитры создавал DimaTorzok Глава Венецианской школы живописи XVI века Тициан представлен в Эрмитаже произведениями зрелого периода. Каждый из них является шедевром мирового искусства. Субтитры создавал DimaTorzok В Эрмитаже хранится 26 картин Рембрандта ван Рейна, охватывающие все периоды его непростой жизни. Ни одна другая коллекция полотен Рембрандта не дает возможности на примере подлинников, а не репродукций, изучить характерные черты каждого из этапов его творчества. КОНЕЦ КОНЕЦ Одно из самых богатых в мире СОБРАНИЕ ЖИВОПИСЯ ФРАНЦУЗКОГО КЛАССИЦИЗМА ДУХ АНТИЧНОСТИ ВИТАЕТ СРЕДЕ ЭТИХ ПРЕКРАСНЫХ ПОЛОТЕН Конец XIX века – период расцвета импрессионизма во Франции. Художники этого направления обогатили живопись свежим, радостным колоритом, светом, тонкой передачей воздушной среды. СОБРАНЦУЗКОГО КЛАССИЦИЗМА Представителем импрессионистской школы в скульптуре был Роден. СОБРАНЦУЗКОГО КЛАССИЦИЗМА Исключительно ценный в прямом и переносном смысле является превосходное по качеству и разнообразию коллекции. Изделий особой кладовой эрмитажа, которая позволяет проследить эволюцию стилей в ювелирном искусстве за две тысячи лет. СОБРАНЦУЗКОГО КЛАССИЦИЗМА СОБРАНЦУЗКОГО КЛАССИЦИЗМА СОБРАНЦУЗКОГО КЛАССИЦИЗМА СОБРАНЦУЗКОГО КЛАССИЦИЗМА Такова в общих чертах экспозиция крупнейшего мирового собрания произведений искусства Санкт-Петербургского Эрмитажа. СОБРАНЦУЗКОГО КЛАССИЦИЗМА СОБРАНЦУЗКО КЛАССИЦИЗМА Продолжение следует...